Всем огромный привет! И сегодня мы рассмотрим очень популярного и безумно мобильного убийцу Хаябусу. Хаябуса один из лучших героев для соло ранга и у него очень интересный геймплей. Этот персонаж хорошо известен своим высоким потенциалом для гангов и способностью легко убивать вражеских стрелков, магов и даже убийц. А затем, как ни в чем не бывало, растворяться в тени. Собственно, по игре вы обладаете тенями ниндзя, благодаря которым можете легко преодолевать любые препятствия, а также мгновенно сокращать расстояние между собой и целью. При правильном использовании своих навыков вы сможете легко убить свою жертву и мгновенно выйти из боя, а ультимейт Хаябуса способен наносить огромный урон. И конечно же, чтобы эффективно реализовать этого героя, вам потребуется изучить и научиться правильно пользоваться каждым из его навыков, особенно стоит овладеть его тенями. В этом видео мы подробно рассмотрим механику героя, подберем лучшие эмблемы, боевые заклинания и варианты сбора, которые помогут вам доминировать в каждой катке. Отмечу, что Хаябусу почти не банят и вы вдоволь сможете за него поиграть. И чтобы лучше понимать, как устроен этот замечательный персонаж, давайте рассмотрим его навыки. Итак, в распоряжении у героя 4 умения, 1 пассивное и 3 активных. И начнем мы, конечно же, с его пассивного умения, след тени. При нанесении урона по цели, Хаябуса накладывает заряд теневой метки. Собственно, это и есть ваша пассивка. Всего зарядов может быть 4, и каждый длится 6 секунд. С каждого наложенного на противника заряда, вы увеличиваете урон Хаябусы на 5%. Ваша задача наложить максимальное количество зарядов на цель. Каждый заряд длится 6 секунд, но если мы снова поразим цель, то продлим время действия этих зарядов. И, кстати, они исчезают не постепенно, а все сразу. И, соответственно, чтобы продлить максимальное нанесение урона по цели, поддерживаем эти заряды. Заряды накладываются с базовых атак, первого активного умения, второго навыка, если, конечно же, попадаем теню по цели. А вот с ультимейта, к сожалению, не накладываем. И, как вы уже поняли, урон растет от числа наложенных меток, как с базовых атак, так и от ваших навыков. С ультимейта это работает немного по-другому. Как я сказал, вы не накладываете с него метки, а наоборот поглощаете их. То есть, сколько меток наложите, столько дополнительного урона и нанесете с каждой поглощенной метки. Обращу ваше внимание еще вот на что. С базовой атаки вы можете поражать несколько противников, но метка наложится только на первую цель. С первого навыка накладываем на все пораженные цели, причем наложим две метки, так как сюрикена, возвращаясь к вам, поражают цель еще раз. И как бы далеко или близко мы не стояли к цели вражескому герою, с первого навыка мы нанесем только две метки. Также с первого навыка лесному монстру с одного сюрикена мы нанесем две метки. Но вот что интересно, если мы станем вплотную к лесному монстру, то можем нанести ему четыре метки. С вражеским героем, к сожалению, это не работает. Чем больше меток, тем больше урон и как следствие быстрее зачаем лес. Ну и как вы уже успели понять, ваши метки накладываются на вражеских героях, лесных монстрах, призванных юнитах, на черепахе и лорде. На обычных крепах не накладываются. Также ваши метки могут быть сброшены простым очищением, ну или навыками с эффектами очищения. И очень жаль, что наложенные метки не раскрывают местоположение цели в кустах. Про пассивку, надеюсь, понятно. Теперь перейдем к первому активному умению, призрачные сюрикены. Активировав умение, Хайбуса бросает вперед три сюрикена, поражая цели и быстро возвращает их обратно, также нанося урон. Каждый из сюрикенов наносит физический урон пораженным врагам и замедляет их на 35% на 2 секунды. Ваши сюрикены наносят урон два раза. Первый раз, когда летят во врага и второй раз, когда возвращаются. Враги, пораженные вторым ударом возвращающегося сюрикена, получают только 30% урона после первого удара. Если стоим вплотную к врагу и выпускаем по цели три сюрикена, то совершим 6 ударов, но 5 из них нанесут только 30% урона от основного. Умение массовое может поразить несколько противников, накладывая им заряд метки и увеличивая ваш последующий урон, как с навыков, так и автоатак. Под полоской здоровья у вас есть шкала энергии. Она расходуется каждый раз, когда вы используете свои навыки и постепенно восполняется каждую секунду. Используя любое свое умение, вы тратите часть своей энергии. Но от каждого попадания по цели сюрикеном с первого навыка вы быстрее ее восстанавливаете. Также попадая по лесным монстрам, призванным юнитам, черепахе и ларду, то быстрее восстанавливаем энергию. А вот от обычных крипов на линии не сможем. Также каждый раз прокачивая умение, Хейбуса пассивно навсегда получает вампиризм от навыков. Естественно, вампиризм можно увеличить от эмблем, талантов, эффектов снаряжения и урона в целом. К сожалению, вампиризм от автоатак не работает, только от навыков. Со второго умения, попадая тенью, мы получаем тоже вампиризм, но очень мало. А вот с ульты достаточно прилично. Ну и конечно же, вампиризм работает от лесных монстров, обычных крипов, от ларда и черепахи. Благодаря урону с мета к восстановлению энергии с лесных монстров и вампиризму, Хейбуса является хорошим лесником. Тем более в лесу есть синий баф, забрав который, вы сокращаете перезарядку ваших навыков на 10% и снижаете потребление энергии на 25%. Первый навык это одно из главных умений Хейбуса, у него довольно небольшое время восстановления, поэтому не бойтесь им спамить, активируя свою пассивку, накладывая на цели метки и увеличивая тем самым свой урон. Да еще и неплохой вампиризм получаете. Первый навык прокачиваем первым и улучшаем его каждый раз, когда он доступен. К сожалению, с первого навыка позиции врага в кустах не раскроем, но урон и метки нанесем. При помощи первого навыка мы также можем эффективнее забирать ключевые объекты на карте. Так набиваем 4 заряда на черепахе или ларде и когда у цели остается мало здоровья, даем первый навык в сочетании с возмездием и быстро забираем объект. Кстати, улучшенное возмездие просто так не отдавайте никогда, используем его только на объектах, черепахе или ларде или на вражеских героях. Перезарядка умения вне зависимости от уровня прокачки всегда состоит 4 секунды и как я уже ранее говорил, улучшая навык вы также увеличиваете вампиризм от навыков с 3% до 18%. Также увеличивается и базовый урон навыка. Теперь поговорим о втором активном навыке хаебусы 4 тени. Активировав умения, хаебуса совершает рывок и выпускает 4 тени, которые летят в разных направлениях. Тени длятся 6 секунд и время их действия можно отслеживать по соответствующему индикатору на навыке. Ваши тени всегда ставятся в следующем порядке, одна сзади, две по бокам и одна спереди. Всегда запоминайте где находятся тени по игре, это очень важно. При повторном нажатии на навык хаебуса может телепортироваться в место где находится тень. Для этого просто зажимаем второй навык и направляем его к нужной тени, отпускаем кнопку и телепортируемся. При этом каждый раз когда хаебуса передвигается по теням, он сокращает перезарядку своего первого активного навыка на 1 секунду. Сокращение времени перезарядки первого навыка это важный момент, так как вы сможете комбинировать первый навык с другими умениями для нанесения дополнительного урона, но об этом позже. Ваши тени остаются в конце своего пути и могут прикрепляться к первому пораженному вражескому герою, нанося физический урон и замедлять его на 40% на 2 секунды. Также тени дадут вам 1 заряд пассивки при попадании. У хаебуса со второго навыка есть рывок, но он немедленно остановится, если враг близко и пометит его передней тенью и сразу выпустит еще 3 тени. Если ваша тень слилась, прикрепилась к противнику, то неважно на какое расстояние он отдалится от вас, вы все равно сможете к нему телепортироваться. Причем любая тень, хоть передняя, задняя, боковая сливается с противником и наносит дополнительный урон, если вы по ней попадаете, но по игре, конечно же, почти всегда вы будете отыгрывать от тени, которая располагается спереди. Очень важно по игре научиться попадать тенями в противника, это база. Тени могут сливаться не только с героями, но и с призывными юнитами, например, с волком пополя. Без проблем сольется и с големом Виксаны. Так, в игре есть очень распространенный трюк против Ханза. Собственно, отмечаем тенью его призванное тело и ждем, когда он его вернет к себе. Когда он возвращает к себе свое порождение, то наша метка также сливается с его оригинальным телом, и мы можем со второго навыка переместиться сразу к оригинальному Ханза. Это, кстати, работает, когда Ханза перемещается к своему порождению, то есть он сливается с этой меткой. Эта механика, кстати, работает и с любыми рывками, противник от нас не уйдет, если он помечен. То же самое произойдет и с движущимся объектом, помечаем и летим за ним. Правда, не всегда вам это надо, потому что если вы полетите за Джонсоном, то непременно произойдет авария, столкновение. Но ситуации, конечно же, бывают разные. Чтобы поразить цель меткой, обязательно наводим навык и, естественно, предугадываем ее движение. Нужна практика. Некоторые профессиональные хаебусы играют в три пальца, давая себе дополнительный обзор и смотрят, куда же полетели тени. По игре тени хаебусы могут застревать в больших препятствиях, и вы не сможете совершить свой рывок к ним. Поэтому лучше подойти поближе к такому препятствию или вовсе дать тени в другую сторону, чтобы точно переместиться к ним. Застревать могут абсолютно любые тени, в том числе и боковые. Поэтому лучше расставить их правильно, чтобы у вас было больше возможностей для перемещения и смены позиции. Также ваши присоединившиеся к противнику тени могут быть сброшены простым очищением или навыками с эффектами очищения. И когда мы играем против таких героев, то лучше тень давать не в них, а рядом с ними, ну или убедиться, что противник использовал очищение или навык с эффектом очищения. Со второго умения, благодаря рывку и теня, можем уклоняться от множества направляемых навыков противника, например, хука франка, летящего порождения селены, ульты ксавьеры, шарика наварии, флаймшота, контроля и ня с его колец. Уклонимся от ульты орлота и множества других навыков и заклинаний противника. Если мы поставим свою тень в кусты, то можем раскрыть местоположение целей, укрывшихся в них. Местоположение раскрываем ровно на время действия наших теней. Если мы попадаем тенью под цели и она заходит в кусты, то мы будем ее видеть. Также местоположение инвизной цели мы можем раскрыть сюрикенов, но затем они снова могут поражать инвизы а-ля улю. Так вот, когда вы поражаете инвизную цель, например, Наташу, со второго навыка и вешаете на нее метку, вы ее раскрываете, она пытается нажать инвиз, но вы все равно ее видите. И соответственно, вы можете взять ее в таргет и нанести ей урон. Помним, что мы раскрываем местоположение инвизной цели только на время действия наших теней. Затем цель исчезнет и мы ничего и не сделаем, но если, конечно же, не поразим первым навыком или вторым с теней. Эта механика работает с любым героем, у которого есть инвиз, например, также будет работать против Лесли. Ваши тени действуют дольше, чем время телепорта на базу. И соответственно, во время действия теней вы можете телепортироваться к себе на фонтан, а затем переместиться в исходное положение к своим теням. Такая механика работает и с телепортом Луи. Этот же трюк можно провернуть и с телепортом Чипы. Правда, вряд ли вам эти знания пригодятся по игре. Рассказал для информации, что было. В игре есть такой герой, как Чичи. Так вот, если она привяжет вас к вашему союзнику, то она не даст вам перемещаться по теням. Забегая вперед, скажу, что вы и ультануть не сможете, если она вас привяжет к вашему союзнику. Навык будет запрещен для использования. Свои тени, конечно же, используем в том числе для перемещения по карте и, например, для более эффективного и быстрого фарма лесных крипов. Вы можете располагать тени так, чтобы быстрее сокращать дистанцию между объектами и, соответственно, быстрее фармить. Тени, ваш верный помощник, они помогут вам всегда, хоть в ранней стадии игры, в средней или поздней. И помним главное, каждый раз, прыгая по теня, мы сокращаем перезарядку первого навыка на одну секунду. С помощью тени вы также, к примеру, легко можете ворваться во вражеский лес и украсть у противника его баф. Или можете ворваться, когда противник пытается забрать лордая, черепаху и состилить объект сами. Способов применения второго навыка огромное множество, все будет зависеть от вашего опыта, фантазии и логики. Во время массового файта одну тень всегда оставляем, это ваш страховочный трос. Вы почти всегда, вовремя прожав навык, сможете на нее уйти. И свою цель, например, тонкую, вы можете забирать не только с ульты, можете забрать ее при помощи теней. Помним, что ваш первый навык кдшится, если вы прыгаете по теням на одну секунду. Самая легкая комбинация, это жмем второй навык и попадаем тенью. Затем прожимаем первый, попадаем сюрикенами. Далее даем второй в бок, сокращаем кд первого навыка на одну секунду. Далее со второго навыка возвращаемся к наложенной метке на цели. И мы также сокращаем перезарядку первого навыка и к этому времени он у нас будет готов к использованию. Прожимаем его и наносим дополнительный урон. Затем цель, например, можете добить с ваших автоатак. И если вам ситуация не позволяет, то возвращаетесь на тень, которая у вас осталась сзади. Эта комбинация лучше работает, когда у вас есть синий баф или хотя бы один предмет на перезарядку, например, удар охотника. Этот же прокаст мы можем скомбинировать с базовыми атаками. Все то же самое, только после каждого прыжка жмем базовую атаку. На игровом поле ситуации почти всегда разные. Действуем так, как складываются обстоятельства. Со второго умения вы быстро настигаете цели. Можете, к примеру, забрать раненого противника под его башней или тонкую цель и потом уйти. Оттачиваем свое мастерство на практике вариантов использования второго навыка огромное множество. И не забываем внимательно следить за позицией врага и находить хорошие возможности для телепортации на свою тень. Бывают ушлые противники, которые могут встать у вашей тени и поджидать вас. Для освоения телепортации из одной тени в другую потребуется некоторое время. Поэтому разумно сначала попрактиковаться в режиме тренировки, чтобы повысить навык овладения этими тенями. Ну и конечно же для перемещения по теням нужна хорошая реакция и отличный пинг. Благодаря способности Хаяба безумно мобилен и его тяжело поймать противнику. Касаемо теней отмечу еще один момент. Перезарядка второго навыка начинается с момента активации теней, а не по завершении их действия. И это очень приятно. Собственно перезарядка умения в начале прокачки составит 20 секунд и к финалу 16. Прокачивая умение вы также увеличиваете его базовый и дополнительный урон. Ну и наконец ультимейт Хаебусы Теневой Убийца. Активировав умение Хаебуса скрывается среди тени и совершает 6 одиночных атак, прыжков по цели, каждый из которых наносит физический урон. Обращу ваше внимание и на то, что прокачивая умение количество прыжков растет и соответственно будет увеличен и ваш урон по цели. Так на четвертом уровне прокачав ульту первый раз вы совершите 6 ударов. Прокачав ульту второй раз на восьмом уровне совершите 9 ударов. Ну и на двенадцатом уровне персонажа прокачав ульту третий раз совершите 12 ударов. Также Хаебуса совершает атаки с ультимейта по врагам без меток рандомным образом. И тут надо знать один важный момент, ваши атаки с ультимейта будут отдавать приоритет врагам с теневой меткой и каждая из атак расходует метку, то есть пожирает ее и конечно же наносит дополнительный физический урон. Как только заряды пассивки заканчиваются на помеченных целях, Хаебуса начинает атаковать остальные в случайном порядке. Так по игре, когда ваша цель, например, худой стрелок стоит вместе со своим танком, лучше пометить стрелка четырьмя зарядами четырьмя метками и отдать ему ульту, вы дадите по нему больше урона, а потом как пойдет. Главный смысл, думаю, понятен. Лучшее время для применения ультимейта это когда враг совсем один или когда ваша цель имеет максимальное количество наложенных зарядов. Ну и конечно мы можем отпрыгнуть не только на соседних героев, но и также на лесных монстров. Черепаху Ларда Обычных крипов Либо на призванных юнитов Помним, что приоритет Хаебуса отдает цели с метками и прыгает по ней до тех пор, пока он не поглотит все эти метки, а потом может переключиться на другую цель. Как я говорил ранее, от ульты мы также хилимся благодаря пассивке с первого навыка. Отхил конечно будет больше, если снарядим Хаебуса определенными предметами, талантами и эмблемами. Кроме того, что ваша ульта может переключаться на другие цели, она также может быть и прервана. Например, если у противника есть навыки телепорта или длинных рывков либо прыжков. Так нашу ульту без проблем сбивает Хелкарт с первого навыка. Надеюсь, ревортнутый Хелкарт тоже будет сбивать. Аж сердечко побаливает. Харлик с обычного рывка не сбивает. Но с длинного рывка на свою шляпу собьет. Также и Клауд перемещаясь на своего Декстера сбивает нашу ульту. Натан также сбивает ульту, перемещаясь на своего клона. Собьет ульту также в принципе любой персонаж, у которого есть вспышка. Есть персонажи, которые также могут прервать вашу ульту, например Ланселот от своего второго навыка. Линк дав свою ульту, также избежит вашу. В принципе Линк также избежит вашей ульты, дав длинный рывок на стену. Также, когда мы применили ультимейт на цели, мы не можем его отменить. Кроме того, во время прыжков мы не можем применять и другие навыки, то есть первый и второй. Так некоторые противники, особенно с отложенным контролем, могут подгадать время окончания нашего ультимейта и взять нас в контроль. С ультимейтом мы, естественно, можем уклониться от некоторых навыков противника и, например, избежать отложенного урона Харли. Также в сочетании с нашими тенями и ультимейтом легко можем уклониться от ульты Циклопа. Кроме того, наши не совсем умные или недружелюбные союзники также могут прервать наш ультимейт, например Бартс, когда глотает свою жертву. Или Инь, призывая противника с ультимейта в свой подвальчик. Ну и как я говорил ранее, если Чичи связывает вас с вашим союзником, то она запретит вам ультовать. И слава богу, есть персонажи, которые избежать нашу ульту, например, с рывков, не смогут. К ним в том числе относятся Москов, Нолан и множество других персонажей с короткими рывками либо прыжками. Также Игвеневра не сбивает нам ульту, но она ставит своего клона и мы можем переключиться на него. Движущиеся цели, например, Алдос в полете, также не сбивает нашу ульту. Ульта также будет работать и на Джонсоне, когда он едет в дальний путь. Думаю, уже очевидно и понятно, что перед применением ультимейта стараемся раздамажить цель с первого навыка и, конечно, изначально поразив ее тенями. Вешайте метки, наносите урон с ульты и уходите, как ни в чем не бывало. Обращу ваше внимание еще и на то, что когда враг стоит рядом с кустами и в кустах располагается еще противник или несколько, то хаебусы переключатся на них и раскроют их местоположение. Применяя ульту, убедитесь, чтобы рядом не было других целей. Вы, к примеру, можете сами быстренько зачистить изначально линию от крипов или постарайтесь использовать ультимейт в чистом поле, когда вам никто не помешает. И прежде чем применять на свою жертву ультимейт, лучше пометить ее и лучше четырьмя зарядами пассивки. Так наносим дополнительный урон с пассивки и изначально прыжки будут отдавать приоритет именно помеченной цели. Ультимейт – ваше главное оружие, которое лучше приберечь для убийства ключевых целей противника и старайтесь на крипах ее не использовать. Крипы зачищаем с первого навыка и автоатак. Помним, что крипы нам энергию не восстановят. Перезарядка умения вне зависимости от его уровня прокачки всегда составит 50 секунд. Прогачивая умения, вы увеличиваете количество ударов прыжков по цели с 6 до 12, а также увеличиваете размер дополнительного урона. В общем и целом на хайбусе вам надо делать киллы, и чем вы раньше будете их делать, вы быстрее сможете набрать преимущество над врагом. Хайбусы очень слаб и уязвим на ранней стадии игры, старайтесь фармить лес, и вы свой четвертый левел получаете очень рано, у противника к этому времени своего ультимейта не будет. Ганги стараемся делать на вражеских стрелках, магах, убийцах, в общем на тонких целях. И чтобы стать настоящим ниндзя, вам требуется узнать о его некоторых комбинациях. Начнем с простой и достаточно распространенной комбинации. Сразу отмечу, что комбинации лучше работают, когда у вас есть синий баф или хотя бы один предмет на перезарядку навыков. Но лучше и то и другое. Итак, прожимаем второй навык, попадаем тенью по цели и накладываем на нее одну метку. Затем бьем с сюрикенами. Сюрикен нанесут урон и наложат два заряда метки. Первую, когда вылетают, и вторую, когда возвращаются. Далее снова прожимаем второй навык, подтягиваемся к цели и наносим еще один заряд метки. Чтобы увеличить наш урон, бьем базовой атакой. Ну и конечно далее прожимаем наш ультимейт. И если требует ситуация, то тпшимся на тень сзади. Чтобы быстрее переместиться на тень, наводитесь сразу, когда действуют ваши прыжки. В принципе это основная комбинация и ей вы будете пользоваться довольно часто. По завершении этой комбинации мы можем не уходить на тень, а остаться и добить свою цель, жертву с базовых атак или откатившегося первого навыка. Все конечно же будет зависеть от обстоятельств, которые складываются на поле боя. Перейдем к следующей, также достаточно популярной комбинации. Жмем второй навык, поражаем цель меткой. Далее атакуем с первого навыка. Затем даем второй навык вбок и тем самым сокращаем перезарядку первого навыка на одну секунду. Потом снова жмем второй навык, возвращаемся к цели и также перезаряжаем на одну секунду свой первый навык. Благодаря таким махинациям наш первый навык откатывается, прожимаем его. И завершаем наш прокаст с ультимейтой. У нас остается время, чтобы уйти на заднюю тень. Применив эту комбинацию вы поражаете противника сюрикенами два раза и наносите существенный урон. Но к сожалению, у этой комбинации есть минус и он заключается в длительности ваших прыжков. Прокачав ульту третий раз на 12 уровне, у вас будет 12 прыжков и вы скорее всего не успеете переместиться на свои тени. В общем, проблема в том, что на третьем уровне ульты не хватает время действия теней. Теперь рассмотрим более сложную комбинацию. Как всегда, начинаем с второго навыка, поражаем цель меткой. Запускаем сюрикены. Далее тпшимся на заднюю тень и пока летят сюрикены, наша задача быстренько переместиться снова к нашей цели с теней. Собственно, быстро прожимаем второй навык, телепортируемся к цели. Жмем базовую атаку. И к этому времени наш первый навык успевает откатиться, прожимаем его. Ну и в конце прожимаем ультимейт и можем выйти из боя только на боковые тени. Минус комбинации в том, что мы тратим заднюю тень и подвышкой эту комбинацию лучше не использовать. Плюс этой комбинации в ее уроне, а еще вы мгновенно отдаляетесь от своей цели. И таким образом, ваша цель с контролем, например, Гвеневра или Вейл, могут сбросить свои навыки контроля в пустоту и вам ничего не помешает их забрать. Играя за хаебуса, не обязательно отдавать весь прокаст, всю серию ваших навыков. Так, если у вашей цели, например, мало здоровья или она тонкая, вы на перифарме, можете выполнить следующее действие. Для начала, как всегда, поражаем противника с теней. Затем, к примеру, просто отходим, кидаем сюрикены в сторону, возвращаемся на цель и за нами летят наши же выкинутые сюрикены. Затем даем ульту и уходим, например, на тень или добиваем жертву. Кстати, ваши летящие сюрикены, но пока они находятся в полете, можно комбинировать с тенью не только на героях, но и, например, в лесу, чтобы быстрее фармить. Комбинации огромное множество, и все они зависят от ситуации, которая складывается на поле боя. Приоритетная ваша задача наложить 4 метки, ультануть, забрать цель и уйти. Все. За хаебуса обязательно оттачиваем свое мастерство, учимся прыгать под тенем, накладывать метки, ультовать, вовремя выходить из ульты на тени и так далее. Тренируйтесь, тренируйтесь и тренируйтесь. Ну а теперь мы переходим к следующей части нашего видео, в которой рассмотрим наиболее подходящие на хаебусу предметы, боевые заклинания, эмблемы и таланты. Сейчас на ваших экранах представлены сборки топ-10 мира хаебус. В принципе, все выбирают одно и то же. И, естественно, все игроки на этом герое играют через лес. И давайте начнем наш обзор с выбора боевого заклинания. Хаебус очень хороший лесник, благодаря своей пассивке и своим навыкам он очень быстро защищает лесных монстров. И, конечно же, берем на него возмездие. Предпочтительней всего в качестве улучшения возмездия выбирать пламенное, то есть красное. Когда вы его применяете на вражеском герое, вы, естественно, ему наносите урон. И, кроме того, вы крадете его физическую и магическую силу, то есть уменьшаете ее на 4 секунды. Возмездие, конечно же, применяем на противнике перед использованием ультимейта. В качестве альтернативы для увеличения урона можете попробовать кровавое возмездие розовое. Но подавляющее большинство игроков приоритет отдает красному. На Хаебусе вы всегда сближаетесь со своей целью и будет не лишним уменьшить ее физическую и магическую атаку. Теперь поговорим о наиболее подходящих на Хаебусу эмблемах и талантах. На Хаебусу берем эмблемы убийцы. Они увеличивают нам физическое проникновение, физическую атаку и увеличивают скорость нашего передвижения на 3%. В качестве первого таланта берем разрыв и еще больше увеличиваем наше физическое проникновение. Физическое проникновение, собственно, нужно для того, чтобы уменьшать физическую защиту противника. Вместо разрыва можем взять репет и увеличить нашу физическую атаку. Так как Хаебусы играется через лес, вторым талантом берем опытного охотника и увеличиваем урон по лесным монстрам, а также лорду и черепахе. Талант опытный охотник можно проигнорировать и взять, например, мастер-убийца и тем самым увеличить урон по одиночным героям. То есть, если поблизости находится только один вражеский герой, то наносим ему урон на 7% больше. Последним третьим талантом берем смертельное воспламенение и при многочисленных ударах по цели мы ее поджигаем и наносим тем самым дополнительный урон. Отлично работает от нашей ульты. Теперь поговорим о наиболее подходящих предметах на Хаебусу. И начнем мы с тапок. Приоритетнее всего на Хаебусу будут сапоги спешки. Собственно, они увеличивают на 15% скорость вашей атаки. Далее берем молот гнева и увеличиваем себе физическую атаку и физическое проникновение. Молот гнева это составляющая часть основного предмета удар охотника. Дособираем его. Удар охотника увеличивает нашу физическую атаку, а также дает 10% сокращение перезарядки навыков. Это очень важно для комбинации наших умений. Также этот предмет увеличивает наше физическое проникновение и при нанесении урона одному и тому же вражескому герою или лесному монстру 5 раз подряд мы увеличиваем на 50% скорость нашего передвижения. Затем покупаем клинок семи морей. Он увеличивает нам физическую атаку и повышает уровень нашего здоровья на 250 единиц. Предмет также увеличивает наше физическое проникновение. Кроме того, у него есть пассивка. Если в течение 5 секунд не будет получено и нанесено никакого урона, кроме миньонов и лесных монстров, то следующая наша базовая атака нанесет дополнительный физический урон и замедлит цель на 40%. Если в команде противника много героев с отхилом или щитками, например, Лапу-Лапу, Эсмеральда, Тамус, Алукард, Харид и так далее, то возьмите себе Трезубец. Трезубец увеличивает физический урон на 20% также повышает скорость нашей атаки. Благодаря предмету мы также увеличиваем урон на 8% против вражеских героев с большим количеством дополнительного здоровья. Но самое главное, при нанесении урона по цели этот предмет снижает ее эффекты щита и регенерации здоровья до 50%. Далее покупаем себе Лазурный Клинок. Главная его задача сократить на 5% нам перезарядку навыков. Лазурный Клинок является составляющей частью основного предмета Бесконечная Битва. Дособираем предмет. Купив Бесконечную Битву, мы получаем множество атрибутов. Увеличиваем себе физическую атаку, повышаем уровень здоровья на 250 единиц, на 10% сокращаем перезарядку навыков, получаем вампиризм, увеличиваем скорость своего передвижения. Кроме того, после использования навыка, следующая ваша базовая атака в течение 3 секунд нанесет 60% физической атаки в качестве дополнительного чистого урона. Далее берем себе Злобный Рык, увеличиваем нашу физическую атаку, увеличиваем физическое проникновение. Как я говорил ранее, чем больше физического проникновения, тем больше мы игнорируем физическую защиту противника. Злобный Рык почти никогда не собирают первым предметом, потому что его физическое проникновение зависит в том числе в процентном соотношении от физической защиты противника. Чем больше у противника физической защиты, тем больше у нас физического проникновения. Последним предметом возьмите себе защитный айтем бессмертия, он увеличивает вам на 800 единиц уровень вашего здоровья и на 20 единиц увеличивает вашу физическую защиту. Но особенность этого предмета заключается в том, что когда вас убьют, вы можете возродиться на том же месте и попытаться уйти например с тени или раздать противнику с ульты и так далее. Перезарядка эффекта воскрешения составляет 210 секунд, поэтому этот предмет выгодно продать и купить себе другой. Так в качестве еще одного защитного предмета можете купить себе зимний жезл, это активируемый предмет, прожав который вы получаете заморозку на 2 секунды и неуязвимость к любым навыкам и урону. Мы также можем приобрести клинок отчаяния и существенно увеличить свой физический урон. Еще можем взять золотой метеор повысив свою магическую защиту и когда наше здоровье снизится ниже 30% мы получаем щит. Так, небольшое отступление, ремарка, я рассказал вам об основных предметах, которые собирают на хаебусу, все конечно же будет зависеть от ситуации, которая складывается на поле боя, с кем вы играете, против кого вы играете и так далее. И конечно же не обязательно покупать предметы в том порядке, в котором я вам рассказал, все будет зависеть от вас, играем с умом. И конечно же есть предметы, которые контрят хаебусу, ну или усложняют игру за него. Вот о контр-айтемах теперь давайте и поговорим. Основной урон хаебуса выдает от прокаста своих навыков. И если вы играете на плотном бойце или танке, то возьмите себе древнюю кирасу. Этот предмет собственно уменьшает физический урон, получаемый с навыков. Если играем на стрелке и понимаем, что с самого старта нас будет приходить гангать хаебуса, то возьмите себе составляющую часть древней кирасы, броню неустрашимости. Этот предмет не так дорого стоит, но на ранней стадии игры спасет вас от урона, наносимого с навыков. Броню неустрашимости особенно стоит взять, если против вас, например, на линии золота стоит какой-нибудь клинт или броуди. Также, если играете на стрелке, то против хаебуса обязательно возьмите ветер природы, прожимаемый айтем, активировав который, вы получаете на 2 секунды иммунитет ко всему физическому урону. Выглядит это следующим образом. Также против ульта хаебуса спасает зимний жезл, это тоже активируемый айтем, но прожав его, вы получаете заморозку на 2 секунды и иммунитет к любому урону, а ульту хаебуса вообще скидываете. А работает это так. Кроме контрящих предметов, в игре есть также персонажи, которые контрят хаебусу, ну или усложняют игру за него. О контрпиках давайте поговорим. И начнем мы с Чичи. Как я показывал уже в ролике, если эта девчуля сможет вас привязать к вашему союзнику, то вы не сможете ультануть и переместиться по своим теням. Схожая механика работает и с ульты Минситара, он блокирует вам часть ваших навыков, причем если вы расставили свои тени и попали под его ульту, то к ним тпшнуться вы не сможете. Диги может привязать нас и на тени мы не уйдем. Фовиус с нашего перемещения по теням активирует прыжки со своей ульты и может неплохо нас раздамажить. Хуфра. Этот молодой человек может взять нас контроль с первого навыка, с ультимейта, а также заблокировать наше перемещение по теням со своего второго умения. Франка и Кая могут взять нас в подавлении и их союзники могут нас убить. Отмечу, что любой контроль и взрывной урон опасны для хаебуса, например тот же Хелкарт или Сабер могут вас ультануть и просто-напросто убить от своего огромного урона. Но помним, вы очень мобильный убийца, если вы будете играть правильно, то контрпиков против вас практически нету. Играете, повторяюсь, с умом и аккуратно. Ну а на этом, к счастью или к сожалению, наше видео подходит к концу и если оно достойно лайка, то пожалуйста не забудьте его прожать. Кроме того, у нас есть телеграм-группа, в которой путем голосования мы выбираем следующего героя, на которого я буду делать гайд. Собственно, все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все, всем огромное спасибо за просмотр, всех обнял, до новых встреч. Хаебуса, кстати, в этом матче выиграл.